Всем привет, друзья! Всем доброго вечера! Вы в гостях у швейцариков в Италии, в деревне Муранегу. Сегодня видео, наверное, будет самое короткое из всех, что было, потому что я сегодня без заставки, без всяких этих самых музыкальных рассказов перед видео, потому что мы только приехали, мы ездили в Геную, заблудились. Не то, чтобы заблудились, но, как сказать, на обратный путь мы сели в автобус, все знаем, где номер тот самый, но не посмотрели, что там написано директо, прямой. То есть мы проехали свою скаферу, где машину оставили. И пришлось нам еще в Торилье ждать, ну, хороших там полчаса сорок минут, маленький автобусик до скаферы, и вот только приехали. В общем, Хельмут у меня второй вечер плачет. Давай открывать коробку, давай коробку открывать. Ну что ж, говорю, давай садись, будем открывать. Так. Были сегодня на рынке, поехали-то, господи, нас нельзя никуда опускать, честно вам говорю. Помните, я показывала в каком-то видео, когда мы были в Гену, я купила вот таких колокольчиков, три штуки. Ну, у меня там задумка, я буду делать композицию с этими колокольчиками. Он у меня что, он у меня один разбил, вчера или позавчера. Мы поехали за колокольчиком, а он стоит евро пятьдесят. Представляете, билет стоит два, четыре евро туда и четыре обратно. Да еще и хорошо, вот мы уложились в эти сто минут, автобус подошел, мы у водителя спросили, мы можем, можете, в общем, хорошо. А колокольчик стоит евро пятьдесят. Ну, мы кроме колокольчика-то ведь еще набрали. Сейчас я вам покажу. Я взяла еще колокольчиков, то есть у меня получается их пять, вот таких керамических. И вот таких я еще купила, пять штук. Очень мне понравились. На улице елку украшу, лапку елочную, еловую. Они металлические, то есть если даже под дождь попадут, мне кажется, ничего с ними не случится. Вот. Ну, на один сезон хватит. Такие прям нежные лапушки. Тоже купила пять штук. Вот. Нас пригласили двадцать пятого на обед, друзья, в Генную. Ну, пришлось подарки покупать. Ну, пришлось какое-то слово нехорошее, пришлось, как будто нас заставили. Нет. Подарки я делаю каждый год. Приглашают, нас не приглашают. Мы все равно встречаемся. Даже после праздников я все равно всем подарки дарю. Там и дети есть. То есть дети всегда, сами знаете, ждут подарки. Но мне кажется, мы сейчас уже в таком возрасте все, что больше детей ждем подарки. Особенно мое дитя. Ну, такие купила ленточки завязывать. То есть купили две гирлянды. Сейчас он вот их проверяет. Это вот разноцветная. Он уже что-то... Шауэ. Если вас издаст. Капуть я. Нет. Купили какие-то, не знаю, в обраковке, подешевке. Ну, как обычно, не гонялся бы поп за дешевизм. Но я покупаю такие вещи электрические, потому что знаю, что мой муж их отремонтирует. То есть он уже все, он уже проверил, посмотрел. Все функционирует. Только немножко надо закрутить. То есть завтра будут гирлянды у нас вестись. Вот. Теперь купили звезду рождественскую. Что ж, она скоро упадет. А у нас ее и нету. Вот. Теперь будет разноцветная. Мы ее повесим у нас над дверью. То есть у нас тоже Рождество наступит. Я хотела завтра видео сделать. Ну, хотела, у меня там материал есть, чтобы заставку сделать, музыку подобрать. Что-нибудь рассказать, как мне нравится. Ну, уж так показываю. Завтра, конечно, я тоже покажу. Вот такая вот звездочка. Она разноцветная. Довольно большая. Купили очень много шариков. Мы свои шары найти не можем. У нас шаров, видимо, невидимо. Игрушки там какие-то идут. Дед Морозик у меня есть. Не можем найти. Не знаем где. Вот мы купили шаров. Ну, довольно недорого. Вот такие вот две, такие вот две, как они называются, коробки или как назвать. Пять евро. То есть недорого. Нормально. Перед этим мы тоже покупали. А вот эти вот тоже сколько? Три девяносто. Вот эти вот шары красные купили побольше. Еще какие. Вот такие вот купили шары. То есть, ну, шаров у нас, я думаю, достаточно. Красивенько будет. В общем, две гирлянды, вот шары купили, стрелу вот эту, колокольчиков набрали. И купила еще мальчишкам подарки. Я говорю, Хельмут, что тебе, выбирай сам. Он вот выбрал дизель. Туалетная вода или духи. Ему нравится очень. Ну, что нравится? Дизель. У него уже был такой, вот таким кулаком. Запах очень приятный. Кто знает, возможно, дизель. А Ванюшка у нас любит Уго-босс. Хью-го-босс. Кто как назовет, кто говорит? Уго-босс. Здесь в Швейцарии буква Х не произносится, поэтому говорят Уго-босс. Уго-босс. Вот мы его купили. Шауэ, тестер. Мы что-то сегодня пробежались, нам какая-то все ерунда. Не, ну это хорошее, это не тестер. Ой, какой запах приятный. А еще? Легко. Полный ли? А то тестер нам продадут. Неполный. В общем, вот так. Подарков накупили. А себе я купила в подарок чай. Чай. Возьмой чай. Купила чай. Прям на развалах, девочки. Я спросила, откуда они из Франции из Ниццы. Дали мне телефон, адрес. Я очень люблю такие чаи сборные. Называется Санкт-Петрубурго. Санкт-Петрубурго. Очень хороший чай. С черным. Цейлонским. Тут еще какие-то, еще добавки какие-то. В общем, запах очень хороший. В рассыпуху. Вот буду чай теперь гонять. Буду сидеть с чашечкой чая. У меня, кстати, есть очень интересная чашечка. Подождите секундочку. Я принесу, покажу. Вот такая у меня есть. Чайничек. То есть сюда насыпается чай. Или у меня есть такая, знаете, на пружинке, такая металлическая сеточка. Сюда опускается чай. Он заваривается. И вот чашечка. Вот такой комплект. Вот. Мне в Соренто подарили. Нравится мне. Прям берегу, как зеницу ока. И вот буду чай пить. Вот так, друзья. На сегодня показала, что купили. Что купила. Сколько потратили? Больше 100 евро потратили. 150, наверное. Одни духи только стоят по 50 евро. 49 и 49. 98. Вот. Ну, а теперь открываем подарки. Никак не успокоиться. Акции. Акции. А, 18. Да, точно. Мы же 17-й открывали. Акции. Вот. Что-то такое большое. Ну, тебе сейчас будут большие подарки. Так. Моему мужу. Акции. Шампунь. То есть это шампунь Body, Face, Harvash. То есть все тело. И голову, и волосы. И все тело. Это, так сказать, для душа. Гель для душа. Фюрдих. Фюрдих. Чуварус. Хороший запах. Нет, хорошие запахи все. Сейчас вообще классные запахи стали делать. Нехозяйственным мылом во всяком случае. Ой, куда идти? Я ставлю обратно. Ой. Ладно. Хельмуту. Такую большую коробку. Давай. 19. 19. 19. Ага. Доставай. Что-то вообще какая-то пустая. Нет, что-то там трягается немножко. Сейчас посмотрим. Что такое? Вот, кстати, это тряпочка. Это знаете что? Он у меня моет. Вот, каждое утро. Я не знаю. Это у швейцарцев так заведено. Или у немцев. У итальянцев я такого не видела. Да и у русских нет. Может быть и есть у кого-то. Не знаю. Он у меня каждое утро моет лицо тряпочкой. То есть я ему покупаю не тряпочки, а такие, ну вот такие вот из махрушки из полотенечной. Вот такие вот сложенные варежки пришитые и с петелькой. То есть я ему покупаю много таких, как вижу, где по евро продают. Я ему штук пять сразу покупаю, потому что, ну, он изотрет там, она состарится, испачкается, уже как-то измылится. И я быстренько ее перевожу куда-нибудь в другое место. В туалете убирать, там, раковины протирать. Ну, вот эта тряпочка. Ну, я даже не знаю, ну, как лицо можно мыть вот такой. Говорит, сразу, видите, определил ей направление. Кухонная тряпочка. А я не люблю на кухне такие тряпочки. То есть неудачно, неудачно. Что тут думали, что задумывали, я не знаю. Говорит, я то. Таких. А. Да я б назад отдала. Поменяли бы нам. Так. Девятнадцать, двадцать. Сегодня двадцатое у нас, да? Хоть здесь двадцать, а не двадцать? Двадцать. Ага, двадцать. О. Что-то тяжелое. Ой, какое тяжелое. Двадцать, смотрите. Двадцать. Сейчас откроем. Фюрмих, фюрдих. Ай, шюрдих. Фюрмих. Что, подсматривал? Хас дувшунгишауэр? Да, да. Нет, говорит, не подсматривал. Ха-ха. Ну, вроде не открыто, да. Сейчас победим. Най, ничт фюрмих. Фюрдих. Э-э-э-э-э. Э-э-э-э. То же, вы знаете, что? Тоже тело и лицо. Что-то все для мытья. Блин, замоется у меня хельм, замоется. Измылется. Кто-то у нас на окошке лазит Не знаю, олененок упал Наверное, на окошке лазит Но я их вроде покормила Первым делом покормила Вот такая штука еще для него Ой Не хватай шоу Сыра Сыра Катцы Я положитель Ну ладно Не важно Вот такие подарочки Теперь, какая новость у нас Я сама лично видела Как нашу маленькую рыжую Извините Драл кот соседский Гоняла его, не знаю, бежал от меня Куда-то туда Вот этот вот как раз, как мы его кубик называли Приходил к нам когда, такой бело-черный Оказывается он был хозяйский Хозяева у него напротив Вот эти вот в баре В общем, девчонки у нас точно За, за, уже за трамбованные Так сказать А рот как Ненормальные по утрам Есть хотят Девчонка другая Вот ладно, это рыжая Она все время орала А та другая лунька Она ж не орала никогда Она пряталась А сейчас как будто Вот я не знаю Рот не кормила Ну то есть раз кот появился Значит девочки у меня уже Утрамбованные Вот Но Я позвонила ветеринару Он сказал Приезжай Забирай клетку Я говорю Я так их не поймаю Они вроде вот Вот, вот, вот Я даже кормлю когда Рыжая мурлычет А взять ее не дается Я говорю Мне нужна клетка Съездили вчера Клетку взяли И договорились Что я сегодня повезу Если поймаю двоих Повезу двоих Если не поймаю двоих Хотя бы одну привезу Ну я думаю Я по одной По очереди Ничего страшного Если вторая Еще две недельки походит Вот хочу сначала рыжую Потому что мне кажется У нее такие прям Бока круглые-круглые Ну Поймаю двоих Повезу двоих Что же делать-то Вот И сегодня я уже Все собралась Я их не кормила Специально Чтобы Я обычно в пять В шесть утра встаю И их кормлю Чтобы они не орали Сегодня встала Не кормлю Специально не выхожу Чтобы они меня не видели Чтобы не орали Вот Хорошо Не стала их в клетку загонять Потому что они завтра Бы вот не зашли Испугались бы сегодня И не зашли бы Звонит мне ветеринар Говорит Извините-извините У меня сегодня Срочная операция Там где-то Не знаю В общем Сегодня не получится Давайте завтра Вот Ну Тоже позвоните Потому что Меня могут вызвать Ну В общем Вот так Будем теперь сидеть Ловить Свободный день У ветеринара То есть Срочно Надо стерилизовать То есть Уже скорее всего Как церковь абортировать Ну А что делать Ну Я не знаю То ли моя вина То ли не моя вина Я У меня кроме них Очень дел В общем Больше нету дел Кроме них Вы понимаете Так вот Некоторые Может быть Подумают Что ты раньше делала Да много Что делала Господи Ой Ладно Сделаем Все равно Не пущу я на свет Никого больше Не знаю То ли грех на душу Возьму абортирую То ли В общем Что лучше делать Вот что лучше То ли Еще у них там По две По три Тоже будет А лужка То она большая Девочка Крупная Там может и все четыре Вот представляете Сколько Не нужно их никому котят Да еще кормить Я говорю Я на этих пятерых На моих Вот двоих И на Ну Лиза у меня Очень много ест Она все-таки Крупная девочка Лесная Она много ест Эти-то тоже Хорошо едят Я не скажу Но никакие сардельки И Сильвер ест Хорошо Он какой-то худой Но он Наверное Из-за болезни худой Может конституция такая Вот То есть Все хорошо кушают Мы в этом месяце Около двухсотки евро На еду только потратили Да я еще Кашу варю Я ведь не просто им Корм даю Еще сухарик покупаю Вот этот Сухой корм покупаю Оставляю Чтоб они погрызли Вот так Друзья Такие вот у меня На сегодня новости Подарки открыли Ребенок У меня теперь Спокойно Уснет Издуруюсь Ага Говорю Успокоился Ага А то уж Ему очень хотелось Открыть Ну осталось у нас Сколько 21 22 23 24 24 Да Да Еще 4 подарочка Ну то есть Наверное Встретимся Или через 2 дня Или через 4 дня Вот так Желаю вам всего доброго Заходите Я сегодня Кстати оладьи пекла И видео сделала Но еще пока Не связала Там эти Так сказать Ой Русское слово Забыла Опять Не смонтировала Не смонтировала Выставлю вам Видео салатами Напекла много Вот будем их Замораживать Тоже покажу Как замораживать буду То есть В общем Еще маленькие Видушечки Впереди Ну и большое видео У меня есть материал Вот мы завтра Украшать будем Вот Потом Как Хельмут Там Печку Кстати печка Приехала Танина Наконец-то Хорошая печка Прям сильная такая Мы уже ее топим Там с утра Немножко Вечером Немножко И в общем Все нормально Вроде как налаживается Приезжал Ваня Но об этом я вам уже говорила То есть Вроде таких вот Крупных новостей нет Поэтому можно Спокойненько попрощаться Кто новенький Кто новенький Зашел Подписывайтесь Нам очень приятно Что у нас прибавляются У меня уже почти Две тысячи Я рада Я не думала Что у меня Столько друзей будет Очень рада Пишите комментарии Ставьте лайки Или Если например Что-то не нравится Ставьте дизлайки Пишите Что не нравится Что нравится Пишите И что не нравится Пишите Может быть Мне надо что-то Где-то Исправить Я спокойно Все воспринимаю Все-все-все Комментарии Положительные И такие вот Отрицательные Так что Будем общаться Пока-пока Друзья С вами были Надя и Хельмут Вот так Импровизаменты Как в Италии говорят Быстро-быстро Ну ладно Открыли подарочки Узнали что там Все для него Он как будто Подсматривал опять Ну говорит мне Отклянется И божится Что нет Ну будем ему верить Пока-пока Всего доброго До следующего видео